Всем большой привет! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой творческий канал! В данном видео хочу показать, как связать крючком теплую повязку на голову. Из материалов первое, что нам понадобится, это, конечно же, пряжа. У меня остатки семеновской пряжи Наташа и в составе, по-моему, шерсть и акрил. Из этой пряжи я, кстати, вязала шарфик. Мастер-класс есть у меня на канале. Оставлю его внизу в описании, переходите по ссылочке, если еще не смотрели. Помимо пряжи нам, естественно, нужен будет крючок, подходящий к этой пряже. Ну и вспомогательным это ножницы и, возможно, нам еще понадобится иголочка. Вы можете связать повязку из совершенно любой пряжи, не обязательно брать ту, что я использую для образца. Но для этого вам нужно будет произвести некоторые расчеты. Сейчас все подробно расскажу. Давайте обратимся к модели повязки. Она состоит из двух тоненьких полосочек, которые накладываются одна на другую, наискосок. И дальше идет уже основная часть, основное полотно, которое присоединяется с одной стороны, соединяя таким образом две полосочки воедино. Дальше мы вяжем все это полотно и далее присоединяем его уже с другой стороны. Ну а теперь про расчеты. Я попыталась написать вам все необходимые измерения. Для начала нам нужно узнать ухват головы. В моем случае это 56 сантиметров. Затем измеряем желаемую высоту повязки. У меня это значение равно 6 сантиметрам. Я хочу, чтобы она закрывала уши и таким образом их грела. У вас эти значения, соответственно, могут немного отличаться. Далее длина декоративного элемента. Это получается длина вот этих вот полосочек. Здесь я предлагаю всем взять одно стандартное значение 12 сантиметров. Ну а высота декоративного элемента равняется у нас половине высоты повязки. То есть в моем случае 3 сантиметра. Ну а длину основной полоски нам нужно будет высчитать. Из обхвата головы мы вычитаем длину декоративного элемента, то есть 12 сантиметров. И отсюда еще вычитаем 6 сантиметров на плотность облегания. То есть из-за того, что вязка у нас будет довольно пластичная, она растягивается. И вот чтобы повязка плотно сидела на голове, я предлагаю вычесть 6 сантиметров. В принципе, повязку во время вязания вы можете примерять на голову. И если что-то вас не устраивает, довязать элемент или же наоборот распустить его. В итоге мы провязываем сначала две детали. Это будут два прямоугольника одинаковых, то есть два прямоугольника, которые образуют потом вот этот декоративный элемент. Соответственно, высота прямоугольника получается у нас 3 сантиметра. Ну а длина прямоугольника 12 сантиметров. И таких нам нужно связать две штучки. Ну а затем мы соединяем оба этих прямоугольника одной полоской и продолжаем ее вязать до того момента, пока не начнем соединять ее с декоративным элементом с другой стороны. То есть здесь у нас получается высота полоски уже 6 сантиметров. Ну и длину основной полоски мы вот здесь вот считали, только я не досчитала. Получается 56 минус 12 и 6 в моем случае. Выходит 38 сантиметров. Ну и процесс вязания у нас начинается с вязания вот этих вот двух одинаковых прямоугольников. Мы сначала набираем их высоту при помощи воздушных петель. То есть набираем воздушные петли столько, чтобы получилось 3 сантиметра в высоту. В моем случае это 5 воздушных петель и после этого делаем одну петлю для подъема и далее будем двигаться уже поворотными рядами. Вот таких элементов мы вяжем две штучки. Затем мы будем их соединять. Таким образом у нас будет 3 сантиметра плюс 3 сантиметра получится 6 сантиметров. Это высота основной части повязки. Вот мы их соединим и продолжим вязание также поворотными рядами. И соответственно будем провязывать вот длину этой детали. Начиная от соединения полосок мы будем вязать 38 сантиметров. То есть столько рядов, чтобы у нас потом при измерении получилось 38 сантиметров. И затем мы их просто присоединим ко второй части декоративного элемента. В общем даже если сейчас у вас возникают некоторые вопросы, вы сделаете все необходимые измерения. Затем посмотрите видео инструкцию и уже пробуйте вязание. Ну и еще один очень важный момент это то, что вязаные изделия после стирки имеют свойство деформироваться. Для того, чтобы у вас не произошло никаких сюрпризов в процессе стирки, обязательно перед этим проделайте ВТО. То есть свяжите какой-нибудь небольшой образец, сделайте его замеры до стирки и после стирки. Ну а лучше посмотрите какой-нибудь подробный видео урок о ВТО вязаных изделий. И затем уже приступайте к вязанию. Ну и давайте начнем. Так как вязать я планирую из светлой пряжи и не очень хорошо можно будет по ней объяснить сам узор, сам принцип вязания, которым я буду пользоваться. Я возьму специально пряжу яркого цвета, другой крючок не подходящий, чтобы просто вам показать модель вязания. Для начала я сделаю узелок. Для этого вот таким образом возьму рабочую ниточку, просуну крючок под рабочую нить. Вот так его перекручу и захвачу рабочую нить, провязав ее через петлю на крючке. И затягиваю. Получился узелок. Далее провязываю 6 воздушных петель. Протягиваю крючок под рабочую нить, захватываю ее и протягиваю через петлю. Таким образом получилось воздушные петля. И таких нам надо провязать еще 5. Получается высота моей детали будет 5 петель. И одну петлю я сделала для подъема. Далее мы переворачиваем нашу детальку косичками к низу. И можем увидеть сверху вот такие перемычки. Посмотрите внимательнее на деталь. Вот можно увидеть задние части косичек, а посередине такая перемычка. Именно в нее я буду просовывать крючок сейчас. И начинаю я от второй петли от крючка. То есть вот она моя перемычка вторая. Ее даже можно вот так подцепить острой стороной крючка. И в каждую перемычку мы провяжем столбик без накида. Я продела крючок, подцепляю рабочую нить, вытягиваю ее через петлю. У меня на крючке 2 петли и через обе протягиваю рабочую нить. Получился элемент столбик без накида. Покажу еще раз. Вставляем крючок в перемычку. Вначале это может быть делать немного сложно и туговато. Далее я захватываю рабочую нить, протягиваю ее через перемычку. На крючке у меня 2 петли, через обе протягиваю рабочую нить. Получился второй столбик без накида. Таким образом я двигаюсь до конца ряда, то есть провязываю 5 столбиков без накида. Последнюю перемычку может быть плохо видно, вот она рядышком с узелком. Чтобы вязание не перекосило и у нас был ровненький прямоугольник, в конце каждого ряда обязательно нужно делать воздушную петлю для подъема. Вставляю крючок под рабочую нить, захватываю ее и протягиваю через петлю. Затем, как будто бы я листаю книжку, переворачиваю вот таким образом вязание и буду вязать поворотными рядами. Ну и каждый раз я буду провязывать столбик без накида вот в эту перемычку, которая остается, получается, внизу с изнаночной стороны за верхней косичкой. Первую заметить довольно сложно, она идет как бы под наклоном. Вот идут ножки столбика и вот она сама перемычка. Дальше ее видно уже гораздо лучше. Вот ножки столбика и перемычка. Соответственно, я вставляю крючок в эту перемычку. Протягиваю рабочую нить. У меня на крючке две петли и через обе петли протягиваю опять рабочую нить. Получился столбик без накида. Попробуем еще раз. Вставляю крючок в перемычку, вытягиваю через нее рабочую нить. На крючке у меня две петли и через обе петли провязываю рабочей нитью. Так идем до конца ряда. Опять-таки провязываю 5 столбиков без накида в моем случае. Ну и последняя перемычка, так же как и первая, может спрятаться. Поэтому обязательно считайте, когда провязываете. Особенно, если вы новичок, чтобы нигде не сбиться и деталь получилась ровная. В конце ряда так же делаем воздушную петлю. Переворачиваем вязание опять. И идем в обратную сторону, провязывая столбики без накида в каждую перемычку. И не забывайте, что первые и последние могут немного прятаться от вас, но их тоже надо провязывать. Дошла до конца ряда, опять делаю воздушную петлю, переворачиваю вязание и буду идти в обратную сторону. Провязываю столбик без накида в каждую перемычку. По бокам детали пойдут небольшие зубчики, это ничего страшного, так и должно быть, поэтому не пугайтесь. Главное, чтобы всегда в ряду у вас было 5 столбиков без накида. Ну или столько, сколько вам нужно по вашим размерам. Ну а я напоминаю, что это у меня был образец, и основную деталь я буду вязать из своей белой пряжи. Ну и таким образом я провязываю столько рядов, чтобы в итоге при измерении у меня получилось 12 сантиметров. И связать мне нужно 2 аналогичные детали, в которых я обязательно делаю одинаковое количество рядов, чтобы нигде не запутаться. Ну что ж, у меня получилось 2 одинаковые детали. Напоминаю, что я набирала 6 воздушных петель, далее во вторую петлю от крючка провязывала столбики без накида, и затем после этого провязала 16 поворотных рядов по столбикам без накида в каждую перемычку. На кончике одной детали я сделала воздушную петлю, ниточку отрезала, вытянула ее, и у меня получился узелок. Ну а на второй детали ниточку я не обрезаю, и мы будем продолжать вязание. Беру вторую деталь с обрезанной ниточкой и укладываю ее поверх этой. Таким образом, чтобы вот эта часть детали, одна из сторон, она оказалась внизу. Получается, вязать мы будем сейчас вот так, и переходить сюда. Провязываю в обратную сторону, как обычно, столбики без накида. Дошла до конца, и теперь нужно сделать соединение. Вторую деталь я беру кверху к себе последним рядом, и укладываю таким образом, как если бы я просто вязала новый ряд, то есть перемычками кверху. Далее я завожу крючок в самую первую перемычку, как если бы я вязала обычным способом. Немного здесь подтягиваю рабочую ниточку, и провязываю обычный столбик без накида. Кончик нити от второй детали свободный, я его просто буду сейчас ввязывать в основное полотно. Ну и дальше я продолжаю вязание столбиками без накида за перемычку, как обычно. Дошла до конца ряда, делаю воздушную петлю, как обычно, переворачиваю вязание и вяжу в обратную сторону таким же узором. Только сейчас мне нужно будет уже провязывать по 10 столбиков без накида в ряду, так как у меня соединились две детали по 5 столбиков. Аккуратненько очень перехожу на вторую деталь. Когда я спрятала ниточку, аккуратно отрезаю ее. Я напоминаю, это была та нить, которая оставалась во второй детали, то есть ее свободный кончик. Ну и все, я опять дошла до конца ряда, вяжу воздушную петлю, переворачиваю вязание и иду в обратную сторону, как обычно. Все, как видите, в этой части переход у нас очень аккуратно сгладился, все выглядит красиво. Ну и таким образом я провязываю всю длину основной детали и в моем случае это примерно 40 сантиметров, а затем буду присоединяться с другой стороны. И так я, как обычно, дохожу до конца детали. И провязываю воздушную петлю. Затем возвращаюсь к нашему декоративному элементу и из полосок делаю нахлест. Можно в эту сторону, можно наоборот, это не принципиально. Главное, смотрите, чтобы сами полосочки лежали ровно и не перекручивались. Для удобства закреплю их между собой булавочкой. Ну и теперь нам нужно просто обе детальки связать вместе. Я их вот таким образом складываю. Соединение я буду провязывать немного по-другому, нежели основное полотно. Для начала протягиваю крючок по до бестеночки петли с нашей основной детали. То есть на крючке образуется такая косичка. И точно так же протягиваю крючок со второго края повязки. Захватываю рабочую нить и провязываю ее через петлю на крючке сразу же. То есть делаю соединительный столбик. Опять захватываю обе стеночки петли с одной стороны детали. И также захватываю обе стеночки петли уже со второй стороны детали. То есть где у нас были две свободные полоски. И провязываю соединительный столбик. То есть захватываю рабочую нить и протягиваю ее через все, что на крючке. В этом случае я ниточку уже стараюсь немного подтягивать, чтобы соединение не было воздушным. Опять вдеваю крючок по до бестеночки петли с одной стороны детали. И по до бестеночки петли с другой стороны детали. И протягиваю рабочую нить через все, что на крючке. Здесь также можете внимательно считать, сколько вы петель провязываете. Их должно быть 10. Столько же, сколько у нас на основном полотне. Я провязала, получается, соединение с одной деталью. И продолжаю соединять со второй. Также захватываю обе стеночки петли с одной стороны. И обе стеночки петли с другой стороны. И провязываю соединительный столбик. Я дохожу до последнего столбика. Захватываю обе стеночки петли с одной стороны. Обе стеночки петли с другой стороны. И провязываю соединительный столбик. В конце провязываю воздушную петлю. Оставляю небольшой кончик. Обрезаю нить. И вытягиваю ее, чтобы получился узелок. Расправляю повязочку. Выворачиваю деталь. Смотрю, что получается с лицевой стороны. Очень даже хорошее соединение. Оно не сильно заметно. И осталось только спрятать оставшиеся ниточки между столбиками. Для этого я продеваю нить вот в такую большую пластиковую иголку. Но совершенно не принципиально, какую иглу вы будете использовать. Главное, чтобы туда входила ваша ниточка, которую вы вязали. Вставила нитку в иголку и просто протягиваю ее между столбиками. Таким образом она там закрепится. Спрячется и не будет мешать. Ну что ж, вот такая повязка получилась у меня в итоге. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Что оно было для вас интересным и полезным. Если это так, то не забудьте поставить ему пальчик вверх. И подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Напоминаю, что в описании я оставила для вас ссылочки на другие мои мастер-классы. Обязательно туда заглядывайте. Ну а я как всегда желаю вам всего самого хорошего. И всем пока! Очень красивая вязка. Оставьте комментарий обязательно. До новых встреч! Иamental always. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...